Второе послание от Торского Петра, 3 глава, 15-16 стиха. «Болгосовщение Господа и 6-й спасение», как и Павел написал, как он говорит об этом во всех посланиях, которые здесь неудобно сметлены, что невежды и неутвержденные в собственность своей погибли превращаются в все прочие питания. Никто об этом не сказал своим Петра. Для меня не вскоревное удивление это происходит, у него огромный скударный запас. И в какое место не возьму нигде Библия, там не только у Петра. То есть он даже не обращался к корокам, и откуда это у него могло быть? Павел, Равин, ученый, закончил академию, диссертацию, докторскую, но этого класса, может быть, этого не было. Я себе даю ключи. Вот здесь ключ как раз и отвергается. Он говорит о послании. Значит, в это время, когда он писал, уже несколько минимум два послания Павла уже были неизвестны. И он знал второе, то есть эти послания разошлись. Неутвержденные люди находят что-то соблазнительное, перехолковывают. Главное, что дело, все люди не понимают этого совершенно. Такая расширенность. Ну хоть как! Потому что человек верит, он не пьет, не курит, не наркоманит. Он вообще не понимает, что он говорит. Ты почитай святых отцов. И немножко выяснишь, что церковь началась не сегодня. И он приносил к небу, показывал на заказателя, идти разъелкиваться, возвращение домой. А эти танцы и дети баптисты стали задумываться, почему у нас внутренне вот этой радости нет? И почему у нас у всех все разное? И они исследования нашли в полине церковь. Ведь пришли одному или минус две тысячи человек, что приняли крещение. В один день из них шестьдесят ягонов подставили. Что? Исследования. А почему другие не пришли в ней? И эту книжку кому не дают сектор, как ни в руки не берет. Они не считают. Мы говорим, давайте посещаем. Вот почему вы говорите на их форме визово? И этого не может быть. Им не надо. Потому что она полностью депутирована. Они составляют новое молитвы. Читаем, сарпадем. И вот новая алкарь. Их ведь не получится. Бог один. И Бог не может сказать сегодня да, а потом нет. В нем да и в нем они. А понятие, что воинные встречающие. Мы говорим при счастье тела Христова. Они говорили, это только воспоминания. Я у них делал. Ну они купили печенье. Печенье в пачках. Потому что в мире людям дают. Братья, что же есть какая-то. Каким позаговерим? Как приготовить? Ты посчитай в этом забейте. Если бы он не счастлив. Но в следующее покажут какое время. Везде было правило. Правило таком ограничивающего. Как правило. А граждан. А если этого нет? А если нет, ничего нет. Это мир. Посмотрите, когда заходим. Идите мимо. В домовое, ресторан. Как едят? Все одинаково. Потому что учить не надо. Все граждане по себе чаще склонились. И чаще как скотина. Посмотрите, в ваших домах там много. Именно такое за столом идёт. Правило, что нет. А у нас дети врачи учатся за один раз. В течение четыре минуты заняться. А дальше только под коррективом надо будет. Так это не надо, значит. Немного. Ты поскотина и всё-таки же величество. Он не умничает. Ну, скажу, мы ходят. Местанцы глупо украшены. Ничего особенного. И Петерин объяснил. Залечься золотомца. Куда? К себе. Ты не выдумывай сам. У тебя ума не хватает. Не превращай в собственной погибели. Вперед Абролен был орианным. Но решил посмотреть. А дальше он пошел славно. И пришел на самый смыслливый праздник. Причиня. Вечер. Вот как сейчас очередь. Несколько шпанерами. В четыре очереди. И идут по уши. Все стоят с мёдрами и бетонами. И он туда посмотрел. А пришел к Василию Великому. Ну, сломался орианном. На сердце его уже склонилось в такой порядок. Полная тишина. Молительный настрой. Я пока его себя в церковном не видел. В храме. Первого цариста в храме. У Соломана все увидело и написано и увидело. Чинность. Порядок. Везде порядок. У нас определенный порядок. У нас крестное знамение положено. Крестным знаменем очевидяем себя правильно. А вот по сторонам два. Шрево внизу по тебя. Правое и левое. Ничего так вверху. Я вижу как. Порядок. Порядок. Устал тебе или три. Плотно зажми. Это не так, чтобы рука достала слух. Ты перед Богом стоишь. Да мало важного. Крестное знамение по нему не говорится. Не брежу умаханивайте бедствие. Оказывается. Ты не верующий. Ты немножко прислушай, что до тебя была церковь. До тебя. Мне это было дано понять в самый месяц, куда я обратился. Я обратился среди еретиков. А там были единственные семьяники, которые не признают. Там разные еретики были. И я постарался в Северную и стал сразу спросить. Вижу взаимоисключающие постулаты, понятия, догмаки. Они не могут быть в детстве. И Богом может то и грубо. Нас ищите прощение грехов. Тепанки говорят, нет. Это только обещание Богу в Северной. Это взаимоисключающее. Да, помидители здесь. Да, не может быть название. Никак. А сегодня, я слышу, тепанки пишут, что у нас прощение грехов. Снова удивительно. Нас куда они сдали это, я не знаю. До этого говорили. Крест. Это биселица. Это... Это что? На нем грехи, кричицы. А вон... Шесто в свечу. Честанцы говорят. Битские нам люди, которые приезжают к нам. Теперь на молитвенном доме поставите клет. Почему? Ну как же. Это ознобили. Вы долбили и долбили во двенях шутки. И идет работа. Но они никак нет. Это мы не от вас взяли. Да нет нас. Но однако, вы все-таки сейчас так взяли. Мы на свой клет вам говорили об этом. Мы не фибермен. Я разговариваю тогда с футболокских танков, ну как сказать, в патриархии. Самый верх у них. Я говорю, вы церковь кто? Почему мы еще не говорили, что вы церковь? И сейчас только церковь на каждом шагу церковь. Откуда они это подхватили? Вы же не церковь. Вы куда церковь? Ну на основе в 1841 году. Атлантисты. И все вот так. Ладно пошли. Экзоттица. И сразу стали церковь. Вы только три человека. А пришли. И сразу эта церковь стала идут. Возживание. И два церкви. Ну... Останавливается, не знаю. Сказано много. У нас уже больше детей. Сказал уже церковь. А если меньше. В какой момент? Сейчас. После пирамии войны. Прилючих поразбросил. А пришли. И что? И сейчас новая церковь. Она не может быть той и другой церковь. Потому что разное понимание. И извращение в слово Ее. И Петр говорит, что многие превращают в собственной своей погибели. А они понимают, о ком он говорил Петр. А эти люди-то жили тогда. Они ходили, дышали, пили, ели. И он с ним подходит в это писание. Это глава посланница. Божи них извращаетесь. Это ты извращаешь. Ты рыбак. Ты неграмотный. Я знаю, как они говорят. Мне говорят. И никакой семинарии Академии не кончал. Я не книжник. И доказать ничего нельзя. Это другой уровень. Надо все это проверять на молитве и дух свирения. Скажите. Дай мне свирение, Господи. Как спасались святые люди. Как? Другого поклонов нет. Ребенок стоит здесь, не кранится. И вы его не видите. Он не кранится ни разу. Он стоит в крови. Почему? Ему не надо уже ничего. У вас дым в блокнотеке. Он здесь. Ставит постон, только вот так вот. Прокипит. У нас беременная. За 20-70 лет кранится. Планится. Полный поклон делает. Ребенок не делает. Твой ребенок. Из-за него отвечать думаешь. И научу его смиряться. Я вам рассказывал, как во времена, когда президентом был Зарбачев, готовил встречу с китайским императором. И он узнал, что такое появление. Никто не изменит. Ему сказали, что нужно сидеть на четвереньке. На полянке. И все время его ждать за. Ему будет 20 минут. Выписали профессора, и слать его приехал. И учил президента. И он брал ногу у него. Когда встретился, нигде не нарушил. У нас понятия никакого нет. Такое правило. Считай. Ты ищи в порядке. Ребенка самого себя. А когда у тебя будет в душе порядок, стройность, у тебя будет желание. Я громко кричусь. Не потому, что он глухой. А я знаю, что есть люди глухие. Выйду, читай по постам себе под нос. На расстоянии больше 10 метров. Прокопов. 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 На другом конце деревни два километра было слышно. Он нашел эту историю. Прокопов, оратор, усилий. На берегу моря. Перекричай шум. Прокопов. Высорайтесь для Бога. Писание говорит так. Ракоп 7, 21. Для невежд мудрость очень скуловая. И неразумеют неразумно не останутся сею. Значит, услышал это? Господи, я хочу быть разумным. Здесь говорится слово «невежда» и «неутвержденное». Я решил два слова смотреть, как Писание. Значит, надо все время твердо держаться в своей вере, данной от Бога. И не быть невеждой. Ну, невежда – это обсуждение. Неведать, не знать. А чтобы знать, надо читать. Стираха 9, 5. Не шути и с невеждаю, чтобы не подвергнуть бесчестию, небесчестию и средстве твоих. Значит, он будет мать поминать все и что угодно. С невеждаю надо быть оттуда. Сказал – отойди, обойди. Значит, зловой он накроет тебя. Стираха 21, 24. Зволь порог в человеке – ложь. Вот так, невеждаю надо читать. Как он, невеждаю или нет? А тот же. А я захватил, говорят, дети лгут. Я захватил двоих, а они говорят, а у них в семье все лгут. Тут не уверен, я пришел в прошлое. Сосненький говорит, дьявол лгут. Это значит, дьявол практует, творит ты, что она, в семье. Всякая ложь от дьявола. У нас дети знают. Если полдал, наказали величество в десять раз. Поэтому он молчит. А если скажет, то только правду. Чемучите детей бояться. Маленький орлов взял, он залез в рот. Его на ответ он – жил. Устав невеж, она всегда лжет. Дети невежды, родители невежды. Солом 72-22. Когда я завидовал предбожникам, они хорошо живут, смотри, как устроились, у них там больше, у них легче, мне здесь трудно. Но я был невежен и не разумел. Как спорт был перед Тобой, Господи. Господа, ты завидуешь тому, кто живет. Духовную сторону не берешь. А они тебя же услышат. Прямо говоря, три тысячи лет назад. Но они живут, дети перед ними целуют, как теляты. Если они болеют, у них все. И, как не на каждый мир, каждый день поклоны, смотрел, ощущал, поддержал тебя суждением. Как спорт был при собой. Понял тогда, когда пришел быть в храм. Не пропускайте храм. Приучите детей. Главное, в храм ты придешь, это прополит. Соответственно, идешь в храм, прибыль сердца. Выше не у слова твоего. А у нас отношение такое к прополит. Понят? Он как-то тоже понятно. Как только пропали, закупали, я концы раздвинули. Это ваше отношение. Ты ребенку скажи, что ты сегодня слышал? Расскажи-ка мне. Не торопитесь детей не оформить в храме. Зато узнал, если ты придешь из храма, не спеши. Жена в том, что приготовила. Сначала поделись мне, что ты получил в храме. Если ничего не получил, напрасно был в храме. Какая-то настраивается. Ты идешь, слышали слово Господи. А потом, Господи, уже у нас, ну вот, вперед. Даже у нас здесь. А я вот, ай ты видишь? Ну, понюхал, ты все. А я вот это берегу пользуюсь. Но знание берега тоже немного. А этот херст завожил. Это слово Божие. На суде Божьем эти угли превратятся в горящие по нами. Если мы не словом Божьим будем питать себя. Салон 91-6. Длинно глубоки помышления твои. А не помышления Божьи, а в Библии. Человек неразумный не знает этого, и невежда не разумеет. Кто не читает Библии невежды? Невежды. Всегда одного. Только Библия делает человека мудрым, воздержанным. Доставляет анализировать свои подсутки, оценить то, что имеет. Причие 1-32. Упорт и невежда убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Ты мудрый Соломон. Опрямые они невежды. Опять человек сказал. И уверенности, что дети ваши будут в планете, никакой нет. Опять его рядом с собой. В прошлом году вы еще со мной ставили, а они еще уже не ставят. И он со мной рядом стоит, он в планете, и все. Как он у вас боится? Неплохо. И он говорит. И дети увидели меня, прятались. И он. Из-за чего прятались? Я не знаю. От строгости его, но не дракона же он был. Я скажу, ваши дети точно так же. Знаете, ваши дети, когда выезжают на велосипеде, и они опять же быстро разворачиваются в двор и спрячутся, и я знаю, какую-то папку творят. И, как правило, нахожу ее здесь же. И в углу, в углу или еще что-то, бросают и убегают. Соучите детей не убегать. Я им два не трещину. Над самым отпустившими. Любому понятно. Раз тут были такие, которые уехали. Два сына. Значит, тоже убегали. Оба, на всех учете, оба глупцами вылезли. Совершенно и невежды. А может быть, по-другому. Может быть, по-другому. Но вам никуда не уйти, если вы не умрете. Вы будете в плавлении и вешать. Время пожинать. 3.12.1. Кто любит восставление, тот любит знание. А кто ненавидит обличение, тот невежда. А он снова сказал – все. Ей ничего уже не надо. Невежда. Да тебе сказали – это же не так. У кого-то вы сказали. Ты продавь поцелуй за намерение. Обличение? А, по-другому. Я невежда или нет? Трудно понять. Это она в любви, когда меня обличают. Ну, вот. Все, определитесь. Сделали замечание. 3.14.1. Невежда получит в себе глупость. Хотя бы вот была интеллектральная разница. Ничего у нее, кроме глупости, нет. 4.23. Глупость, невежда. И есть глупость. Ее ни по-другому не приделать и ничего. Искаю 3.2.5. Невежды не будут называться почтенными. Это невежда передает перевес Божию. Это старость, что никогда не позовут совет, чтобы никто не обратится за помощью. 2.1.11.6. Павел говорит, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Допускаю, что я не могу красочно выразиться. Нет у меня статистики, риторики, не изучал правила драматики, амилетики. Но знание в слове Божие есть, Павел говорит. Можно меня обвинять, что моя речь грубая. Я знаю, что самая грубая вещь у тебя по мазотворнику. Он мне не больше всего ближе. Насколько понятно, приближенные, говорит он. Незаумные слова. 2.3.8. А так Иоанни и Амри протеяли к Моисею. Не знаем, откуда он взял этот Павел, но, видимо, книги тогда были. Иоанни и Амри – это имена двух главных алдунов, волков, шарадеев, когда он выходил из Эдикта. И вот Иоанни и Семё, а так и эти люди протеялись о истине. Это люди, возвращенные умом, невежды в вере. С кем бы я ни встречался, истекантов. Я ни разу не нашел нигде, что было в смирении. Никогда. Я говорю, вот, говорили, он замал, а это человек. Дальше я начинаю, Павел. Ну, Павел-то тоже человек. А конец я добился. Проповедник, который... Он у него весь подростный сейчас был. Он вот это всё Павел насморил. Когда я обвинил общение, его оттуда тянут. Приделом безумия нет человек. А ты смирился. Туда так сказали. Ты будешь до нашей пользы. Чтоб мы были смирены. Люди, возвращенные умом и невежды в вере. Сколько были колдуны? Ну, я сравниваю. Они потерялись кому? Пророку Божию. Кому Бог дал знамение. Дал жертву, которому чудеса твои. И у них жертву не пришли, сворили. И чудеса так же своряли. У меня беды, и у них беды. И точно так же. Какие-то места пожестей и невежды беды. Мы не можем добить сегодня ни одной печеры. Всего 25 назад я еду по России, а вот просто ботистско-адвентистские печатики собирались и печировали. Других городов прилетали из старших и святых. Сегодня нет нигде. Стремительно идет разложение. Как только бум! Вот как на мобильные телефоны. Примерно так же. Второй Петра 2-14. Глаза у них исполненной любви и страсти. И непристойного греха. О них прельщают неутвержденные души. Объясняю слово, что неутвержденные люди, извращают точные собители. Он неутвержденный. Ему надо утверждать. О чем? Своим Божьим по толкованию святых отцов. О канонам собора. Остер. Утверждается все время. Находи от веста. Глаза у них исполнены любви и страсти. И они прельщают неутвержденные души. К нам приходят киногранадам. Веритетик, как правило, святителя Иегова. Мы их называем лжесвидетелей под именем Иеговы. Они не Иеговы не знают Бога. Они в Библии так запутали. Все не сходится. Тогда они сказали, напишем новую Библию. И написали новую письмо. А там ничего не было. Совершенно нового сказать надо. Но и в этой Библии, их придуманной, все равно находится уже то, что их учение опровергает. Наши смыслыцы более мудры. Они к нам приходили. Только один раз. Скоро привели руководителя в нашем сайте. Спросили с ними, больше ни разу не пришли. Звонят по телефону. А вы хотели бы свой телефон на каждом столбе в Барнагуле на занятия? А вы хотели бы знать больше о блоге? Конечно. А как его имя знаете? Знаем его имя. Вы откуда знаете? Саша на завод прошел. Вдруг она узнала, что у нас занятия? Мы их пригождаем. Нет, нет. Вы к нам приходите. Мы к вам придем. У нас официально в университете занятия. Все. Дочь она ни разу не звонит. У нашей знакомой хорошая инженериста. Она жалеет о нашей сестре, что она попала в степи православных. Дала адрес. Телефон мой. Она позвонила. Побеседовала один раз. И больше не ей, не имели саму звонить. А у них все в том основном. Кто знает Писание, с тем не разговаривает. Столько неутвержденные души. Залететь и сбить человека. Иов 17,9. Праведней будет более и более утверждаться. Поискали слово «твердость». Что об этом говорит Библия? Салом 36,23. Господь утверждается слоты такого человека. Ей не утвердится в Библии. Столько православий на нас слово. Из-за монашеского мусульманского лазейка. Из-за монашеского мусульманского лазейка. Из-за монашеского мусульманского лазейка. Революция. Но надо было всегда следить. Этот церковь. Господь не сказал, что я освою новое. Пришел не нарушить, но исполнить. И дом пуст. И полное развращение. Великой блудницей называют Иерусалимскую церковь. Но однако от нее все пойдет дальше. Салом 76-й стих. На тебе утверждал, что я от укропы матери. Конечно, человек должен самостоятельно приходить. Тоже в форме от родителей. Если есть. Заложите это в детях. Я уже много раз говорил. Кланяйтесь дома. Кланяйтесь. Мы знаем, чему кланяемся. Близкие нам будут, кто приезжает. Они быстро принимают это. И им очень легко дальше наслаждать Слово Божие. Это смирение дает. Псалом 118-89. На веки Слово Твое утверждено на небеса. На земле никто не может изменить. Там печать стоит. На небе утверждено. Оригинал на небе. А нам просто копию дали. Поэтому какое ты право имеешь применять, когда оригинал-то все равно. Да, можно сделать пределы, как говорится, обрещание. Копия стоит. Но оригинал-то хранится в материальной консоли. 147-3 Слово. Утверждает пределы своих в мир. Суд Сушеницын освящает тебя. Пределы, конечно, это земля в красках. И Бог утверждает. Все, что шахты, это не Божие. Салон 24-2. Разумом дом утверждается. Как разум я делаю или нет. Сколько всего пропадает. Где что находится. И где нужен разум. Писая 50-10. Кто ходит во мраке. Да утвердится он в годе. То есть отойдет от мрака. Покия 22-40. На чьих двух заповедях утверждается весь закон. На каких? Заповедь. Любой в Богу в ближнем. Ведь Божий не может этого сказать. У него нет заповеди. В отношении к Богу. И такой человек, она извращена. А чего ради я буду помогать кому-то, если сюда-то никакой нет? Деяние 14-22. И утверждали души учеников. Словом Божиим. 15-41. Церковь утверждалась проповедью. Благословением. Деяние 16-15. И утверждалась верой в Церковь. И ежедневно увеличивалась число. Наши братья едут сегодня на Благовесие в Шашино. В следующий день. Помните о них. Законтанитесь. Опять помните. Что Бог делает? Может сегодня в последний раз будет. А может там когда вы соль будет. Это не Грина. Они сеют. Они поливают. Но написано ничто. Все. Бог возвращающий. Возрастит Бог все теми. 2 Петра 1-15. Писает вам утверждатель настоящей есени. Какой? Ну, какой оставил апостол. Шимином 1-11. Павел говорит. Желает ли подать вам дарование духовное к утверждению вашему? Вот это предложение нам ни разу не сказал ни епископ. А я не знаю, какой священник может сказать это. Я когда вас спрашиваю, когда батюшка уезжает, зачем ты едешь? Она смачивает от меня, как от Антониевой музыки. И кого-то у тебя ждать хочешь. Или проверь, если тебе захват. Или деньги не знаешь, куда она скрести. А деньги нет. Каждый год когда-то собирается по каким-то мощами ездить. В солнечных мощах. А ты занимаешься вот... Ну, что ты делаешь? У меня отпуск сегодня в одном доме проведенный день, а потом в другом. И я всем препятствую занимаешься по домам. Иди. Каждому. Петянам 2-20. Был утвержденный на отставание апостола. И один промостаум за тысячу лет не мог сказать. Я вот ждем на отставание апостола. И тут другое селение. Рассказывают, как они были экономны. Идем за босиком, сапогили сейчас на плече. Зайдем, с ноги помыли. Оголи в храме отстояли, разручь и зашли до дому. Что? Ходили. Там было моление. Ходили. Там была служба. Обедение. А тут совсем обедели через. Понятно. А что слышали? Ни один мне не мог сказать. Ни один. Что-нибудь учил дедушка? Ну, он говорил, что милосты не подавайте. Ну, все очень, конечно, папу подавайте милостыню. Понятно о чем. Никого не судите. Ну, все очень, пока вы судите. Я знаю, что они имеют в виду. А если бы папа это была, и революции бы не было. Этитианам 3,18. Утвержденное в Слове Божьем. В Повольственном 2,3. Будущие укорененные и утвержденные в нем во Христе. Тогда нас не входит в мути. И Писание будем понимать правильно. 1 Тимофея 1,7. Некоторые желают быть законоучителями, учить друзей, подсказывать, не разумеют то, что говорят и что утверждают. Надо знать. Не все делитесь учителями. Сначала себя научи. Чего ты будешь учить? А люди не учти, можно благовествовать. Говори только два слова. Христос и Библия. Или Бог у других людей живет в покаянии. Этого достаточно будет. Остальное потом узнаем. 2 Тимофея 3,5. В церковь есть утверждение и сверковь, не сверковь. Никогда, нигде Христос не обещал, что если церковь пойдет, то он построит новую церковь. Некоторого нигде. А сказал, что и врата ада не одолеет, и в Господе. Да ведь уже в первом веке написано такой гриб, у которого не было у неязычников. И в первом веке уже было пренебрежение с правительствами в Европе. Шестная глава Деяния Апостола. Это церковь. Это церковь. И все будет. Как богом сотворенный человек, могут быть и паразиты, живущие в человеческом организме, и болезни. Но это тоже. Откровение 3,2. Бодрствуй. И утверждай прочее, близкое к смерти. То есть надо видеть, что смерть – это заблуждение, поднимать, объяснять и утверждать. Мы благословены уже за то, что у нас есть Слово Божие на русском языке, что мы верим Ему, принимаем синодальный перевод, чтобы мы не были невеждами и не утвержденными в собственной погибели, но и других могли направить на них. Аминь.